Здравствуйте, Игнатих. Видно меня, да? Вас видно. Кто вы такой, откуда и зачем? У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Я из Калуги, меня Руслан зовут. Хорошо, я вас слушаю. Да, у меня вопрос, вот, я часто путаюсь, вот, как вот, между православием и католицизмом, ну, больше склоняюсь к православию, конечно. Ну, вот из истории церкви я совершенно не понимаю, то есть, и там плюсы, и там минусы, и там, и там. А что в истории-то, что понимать-то? Про историю Христос не спросят, а спросят, примирился ли с Богом, жил ли по западу Божьим? История какое отношение ко мне имеет, когда уже прошло все мертвые? С нас про историю не спросятся, а спросятся то, уверовал ли я во Христа, жил ли для Бога, благовествовал ли, искал ли спасения людям. Да, я понимаю, но вот именно в Евангелии я не нахожу, чтобы вот без ошибочности римского епископа никаких оснований вообще не вижу. Ну, вы начнете с малого. Вот сейчас я с вами говорю, вы почему ко мне-то зашли, почему я вас заинтересовал? Ну, потому что я вижу, что вы хоть, ну да, что вы основаетесь на священном писании, а не на каких-то преданиях просто. Понятно. Вот поэтому. Вы себя считаете православным или кем? Я православным считаю, но мне не нравится то, что в православии там, то что все православие там, древний канон отвергают и так далее. Сами себе противоречит торговле вот это в храмах. Ну, не нравится это правильно, что не может нравиться то, что беззаконно. Ну, так и надо знать, что сделать в данном случае. Самое первое, что вы можете сделать, никогда ничего там не покупать. Это первое. И все так поймут, и торговля засохнет в один день. Ну, как Ганде-то? Не выходили на работу и все. Перестали быть колонией в Великобритании, в Индии. Ничего не делали, просто не выходить на работу. Ну, так и здесь. Вы начнете с Малого. Если вы православный, вы в храм когда были последний раз? Ну, периодически стараюсь быть. Ну, как периодически? А вы знали, что сегодня воскресенье? Ну, был сегодня. Все, сегодня в храме были? Да. А храм далеко от вас? Ну, да нет, там в Калуге много храмов. А вам сколько лет? Достаточно. Сколько лет вам? 28. Ну, значит, вы уже самостоятельный человек. Ну, вы иконы видели? У вас в храме иконы есть? Да. Изображение Христа видели? Да. А пророки у вас там нарисованы? Нарисованы. А апостолы? Да. Да. 12 апостолов, да. 12 апостолов. Вот, заметьте, я буду перечислять, сколько. Иоанн Кронштадтский, все. Все с бородами. Почему вы бреетесь? Вопрос первый. Почему? Если вы православный, зачем вы бороду трогаете? Это Бог дал красоту мужчине, как знак власти на женщины. Зачем вы ее трогаете? Хотите по стихиям мира? А написано, не любите мира ни того, что в мире. А в мире как раз бородобритие. А там антихрист русский Петр Первый вел. И второе. Вот сейчас я простые вещи спрашиваю. Вот на меня посмотрите, я поднимаю. Как у меня рубашка застегнута? Вам видно, нет? Да. А у вас почему она расстегнута? Ну, застегните, как будет выглядеть. Застегните на верхнюю пуговицу. Сейчас я только положу. Нет, ну... Секунду, ничего. Я вас буду подводить к этому. Застегнитесь, попробуйте. Хорошо, сейчас. Так, видите, совсем по-другому выглядит. Теперь, вы говорите, у вас есть глаза. Глаза Бог дал для того, чтобы видеть. Все правильно. И вы еще раз пройдите по иконам, посмотрите. А я вам сейчас сброшу материалы про бороду, про все. И вы увидите, как Господь сурово наказывает за эти дела. Это мой... Вот этот ствол, тело, называется храм Божий. Вы это считали? Да. А если храм Божий кто разрушит, того покарает Господь, ты у него уже начинаешь снимать. Это картина Божья. Бог сотворил, и написано, и вот Бог посмотрел, и хорошо, и весьма хорошо. Вы Бога опровергаете. Видите, Христос с бородой. Апостолы, пророки, святые, все с бородами. Без бороды там Пантелеема. Ну, он юноша, там лет 14 ему было, врач. Бывает, мать держит ребенка на руках. Ну, откуда у него борода? Теперь, вот, заметьте, вы, когда смотрите, телевидение там, и вот Государственная Дума, там Жириновский. Все в галстуках. Зачем галстуки надевают? Он не греет, ничего. Зачем галстук надевают? Веревка на шее. Легко задушить человека. Зачем? Затянутый, вот. Но как только галстук снимает, он обязан рассекнуть верхнюю пуговицу. А в армии, я бы заслужил, если верхняя пуговица расстегнута, тебя сгноят на кухне. Это несобранность. Как только галстук надевать, застегнется. Галстук снял, ну и вот так, ходи вот так вот. Нет. А почему? Это знак масонов. Главных губителей жизни на земле. Масоны, слышал такое? Да. У них обязательно, чтобы был галстук, а если снимешь, обязательно расстегнуты. А ты, обыкновенная вошка-бложка, зачем же ты им подражаешь? Ты в этом даже и то противостань, даже в малом. Я вот в армии застегнулся в 61-м году. И по сегодняшний день я расстегнулся. Галстук не надену никогда. Маленько возьми. Не брейся. Приведи себя в порядок. Да главное сердце. Это все из сердца исходит. Из сердца исходят злые помыслы. Недоверие Богу. Это все оттуда идет. А то сердце. Сердце это 450 грамм мяса. Ну вот я им постоянно говорю, что противореческанон, вот это торговля. Они говорят, это не торговля, это пожертвование. А на что нам жить? И вот так вот крутятся там, юлят. Ну не надо лживое и лукавое. Это торговля. И кроме того продают таинство. За крещение платят. Симония. А это проклято Богом. Крестить невозможно. Крещение ладошкой мокрой по голове. Это еще крещение. Слово крещение переводится тауфан. Баптизен. Это погружение. Погружение в землю троекратное. Сектанты все крестят с погружением. Это от католиков научились. А католичили церковь-то. А ты делай как надо. Вот мы с нуля строим деревню. Брат у меня священник. В июле крещение. Заходит в воду. Кто подготовился, заходит и троекратно в полное погружение. Вы видели это у нас ролики такие? Да, да, видел. Ну вот и все. А то ничего нельзя сделать. Можно сделать. Вот услышал сегодня. Никогда не расстегивайся. Бритву уничтожь сразу. Вот первый шаг сделан. И ляжешь спать. Сразу поблагодари Бога. В церкви достань щетки на 100 поклонов. 100. Меньше не бери. 100. У тебя ручка далеко? Карма? Есть? Записать скажу. Запиши. Далеко нет сейчас с собой. Псалом 118. Ну хоть пальцем на стекле напиши. Псалом 118. Положи, чтобы лежало ручки 3, карандаша 2 и пачка бумаги. Как у меня. В любое время дня и ночи кабрякну, я буду писать и листики откидывать. А потом соберу. 118. Псалом 164 стих. Давыд говорит, 7 кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. За Майдан, за смерть, за все славлю Бога. И поклоны делай. Вот перебираешь и 3 святые и 100 поклонов. Это 7 раз в день надо. Не считай утренней и вечерней молитвы. У тебя совершенно другой настрой будет. У тебя живое будет тело такое. Аппетит нормальный. Все. Вот так. Я хотел спросить. Еще у католиков говорят стигматы, раны у их подвижников, как у Иисуса Христа. Я читал, что православные подвижники пишут, что это были люди, что это психические экстазы были, что люди себе представляли. И у них такое получалось. Не знаем. Мы не знаем от Бога или от Сатаны. В первую очередь. Иконы мира тащат. В патриархии назначили комиссию. Такие там входят архимандриты и прочее. Разные геологии, институты. И в конце говорят, не черти ли над нами смеются, а мы голову ломаем. Ну так называют нечистой силой. То есть все это Сатана может делать. Ему разницы нет. И стигматы, и не стигматы. Ну, слышали, больше никакого значения не придавая этому. А Златоуз говорит, мне чудеса не нужны, я и так верю. А мне же не нужны чудеса. А вас в церкви-то причащаетесь? Нет, я давно не причащался. А когда причащались, вас священник как называется? Под каким именем? Рустик. Вот. Рустик, правильно. Такой есть, а Руслана нет. Это сказочный герой. У Пушкина. Да, я причащался, как в последнее время у католиков. А у православных уже давно очень. Я не случайно спрашиваю, вы где работаете? На заводе работаю. А какая работа? В чем заключается она? Слесарь. Слесарь. Слесарем на сборке. Я не понял, лес или хлеб? Слесарем. Слесарем на сборке. А, слесаря. Хорошая работа. Хорошая. Честно работаешь. На работе-то вас уважают или как? Ну, к руководству хорошо все относится. Ну, что сказать на это. На любой работе ты можешь проявить себя так, что тебе могут и разряд повысить, и больше будешь получать. Слесарь это очень хорошая специальность. Ну, вот, то, что вот по поводу торговли я говорю, и надо чувствовать себя, как вот, ну, дураком чувствуешь, говоришь, то есть, никто тебя не понимает все равно. Ну, ты не подходи даже. То есть, они... Мимо пройди и все. Никогда ничего не покупай. Свечи нечистые. Их в руки брать нельзя, поганишься. Химия. Свечи должны быть из чистого воска, с пасеки, вот как у нас. Так, еще вопросы есть какие? Да, еще вопросы по поводу крещения. То есть, это исключительно вина священников, что... Я вот сам меня не помню, так как очень маленький был, как меня крестили, но, скорее всего, просто обливанием. То есть, получается, я не крещеный? Не крещеный. Шестой Вселенский Собор, 84-е правило. Немало не сомневаюсь, прими крещение настоящее. Попы обманывают. Для крещения надо уверовать. Троекратное полное погружение, чтобы было бесплатно. У вас все нарушено подряд. Ничего не знаете, погружения не было, доплатят деньги. То есть, я даже не могу на воскресной литургии присутствовать, пока не крещен? Ну, пока крещен, не крещен, если думаешь креститься с соглашенными, когда говорят соглашенные, извините, в это время выходи. А когда скажут, с миром извиняем, в это время зайди. А посты-то соблюдаете? Это... Да нет, не особо. Не особо, это нельзя так говорить. Ты должен соблюдать, раз ты православный, вопросы отпадают. Я православный, и все на этом сказано. Я обязан принять все, что мне церковь дает доброго. Тем более, не сегодняшние люди это повелевают. Среда и пятница, и четыре поста. И там еще по календарю. Я сейчас поговорим, я сброшу вам материал, и вы их хорошо просчитаете. У вас какое образование? Среднеспециальное. Ну, у меня как продавец, менеджер. А в армии служили, нет? Нет. А почему? Ну, по здоровью не прошел. А что у вас неладно? Ну, там пигментация кожи, и поэтому не пропустили. А что это за болезнь такая? Ну, это из разряда аутоиммунных. Ну, ладно. Вы старайтесь, чтобы тело было здоровое. И разум был здоровый. Сейчас поговорим, я скину вам материалы. И отдельно материалы о бороде, и отдельно о посте. Хорошо поняли? Да, хорошо. Все. Если вы ничего не сделаете, из-за того, что я говорил сейчас вам, ни постов не соблюдаете, ни бороду, бреете, продолжаете, то больше не приходите. Мне зачем зря время на вас стирать? Что вот сейчас, вот только кончим, сразу бритву отрежь, шнур у нее оторви и выбрось ее. Шнур может сгодиться куда-то. Хорошо. Так мы устроены Богом, скажи. Богом. Вопросов после нет, давайте прощаться. Да, до свидания. До свидания, с Богом. Откручайтесь. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok